Сочи встретились министры иностранных дел из 12 стран. На курорте состояло заседание Совета министров стран-участниц организации Черноморского экономического сотрудничества. Внимание к каждому дому в Нижней Шиловке за незаконный сброс канализационного стока. Жителям отключили воду. Подвели шорты в Сочи благодаря мелкому происшествию. Раскрыта серия краж из домовладений. Фиеста снова в Сочи. В Адлерском районе стартовал международный фитнес-фестиваль. В Сочи встретились министры иностранных дел из 12 стран. На курорте сегодня состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц организации Черноморского экономического сотрудничества. Там побывала и наша съемочная группа. Открыл встречу Совета министров иностранных дел стран Черноморского экономического сотрудничества глава российского МИДа Сергей Лавров. Он подвел итоги шестимесячного председательства нашей страны в организации и отметил, что Россия выступает за наращивание взаимодействия между странами ЧЕС. При этом сама организация должна оставаться не политизированной, а заниматься лишь финансовым развитием региона. За полгода российского председательства мы организовали несколько десятков различных форумов, в том числе в Москве, Ростове-на-Дону и Сочи. Состоялось шесть министерских встреч по разным направлениям. Транспорт, здравоохранение, культура, туризм, таможенные и статистические службы. Службы, отвечающие за преодоление последствий чрезвычайных ситуаций. В ходе встречи министры из 12 стран обсудили совместную реализацию инфраструктурных проектов, проектов области возобновляемой энергии, зеленых технологий, транспорта, поговорили о развитии малого и среднего предпринимательства. Также в Сочи Сергей Лавров сегодня провёл двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств Турции, Молдавии и Болгарии. Особо, конечно, была интересна встреча Лаврова с министром иностранных дел Турции Мевлю Тамчавушаглу. В ходе переговоров обсуждался вопрос налаживания двусторонних отношений между Москвой и Анкарой и пути урегулирования сирийского конфликта. Было решено возобновить работу двусторонней рабочей группы по борьбе с терроризмом, деятельность которой по понятным причинам была заморожена последние семь месяцев. Турция заинтересована в совместной с Россией работе по борьбе с терроризмом. У нас много точек соприкосновения по этому вопросу. Нам важно защищать мирных людей до тех пор, пока атаки на нашей территории не прекратятся. Мы теперь должны нормализировать отношения, чтобы они достигли должного уровня. Кроме того, указом президента предусмотрено, что ограничения на деятельность, связанную с туризмом, снимаются уже сейчас. Они заверили, как и президент Эрдоган заверял президента Путина в ходе телефонного разговора, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности российских туристов. Ну, как я понимаю, и туристов из других стран тоже. Сегодня же Россия передала председательство в АЧС Сербии. Министр иностранных дел Ивет Садачич отметил, Сербия будет продолжать содействовать в развитии сотрудничества между странами региона. Добавлю, что АЧС в следующем году отметит 25-летие. Помимо России в организацию входит Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Следующее заседание Совета министров стран АЧС пройдет в декабре в Белграде. Реконструкция набережной Ейска продолжится. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев, находясь с рабочей поездкой на Азовском побережье. Набережную достроят за счет средств муниципального и краевого бюджетов. Половину выделит край, половину район. Вениамин Кондратьев проинспектировал курортные объекты Ейского района, а после провел совещание по развитию курортов Краснодарского края. Наши краснодарские коллеги с подробностями. С каждым годом все лучше и лучше становится. Мы уже несколько раз приезжаем к вам, мы каждый год удивляемся переменам, которые происходят. У нас как-то сдышает. Классно здесь. Европа. Мы приехали за границу. С Баварией. Еще много работать надо, чтобы такие же услуги были, чтобы люди были довольны. Цены еще не соответствуют услугам. Мы были в Сочи парке. Детские аттракционы – это чудо-чудо. Но пообедать там негде. Это безумные деньги, просто стоит там пообедать. Вот это. А так все замечательно. Мнение о самом популярном курорте в Краснодарском крае разделили отдыхающих пополам. Те, кто бывал за границей, считают, что цены в Сочи иногда выше, чем уровень услуг. Зато туристы, традиционно выбирающие Кубанское побережье, замечают – сервис стал гораздо выше. Нынешний сезон для курортов Краснодарского края как экзамен. Из-за недавнего запрета на отдых в Турции миллионы россиян выбрали родные пляжи. Но вчерашние от Минасанкции снова заставят конкурировать с заграничными берегами. Конкуренцию Черноморскому побережью могут составить Азовские пляжи, которые серьезно недооценивают как турфирмы, так и сами отдыхающие. Палатки, беседки и еда на костре – именно так, аскетично для многих выглядит отдых в этих местах. Но потенциал Азовского побережья гораздо больше, уверен Вениамин Кондратьев. На косе долго, излюбленном месте винтсерфингистов. Губернатор оценивает местный пляж. И остается им недоволен. Многие здесь отдыхают дикарями. Из-за этого ейские чиновники, видимо, над благоустройством решили голову не ломать. Как бы ни было, дикари, не дикари, это в первую очередь люди. Из-за них мы тоже несем ответственность. То есть вот сегодня на этом пляже они практически брошены, сами предоставлены сами себе. И не только взрослые, но и дети. Вот об этом идет речь. Коллеги, нужно пляж или обустроить, или закрыть. Третьего не дано. Вот сегодня ответственность очень серьезная на власти, только потому что, не дай бог, что с детьми потом не оберемся. С косы долгой Вениамин Кондратьев проделывает обычный туристический маршрут на набережную Ейска. В прошлом году ее полностью благоустроили. Местные изменениям рады, но чтобы привлечь еще больше туристов, нужно развивать курорт дальше, делятся яйчане с губернатором. Что сегодня сделали для того, чтобы, вот мы говорим, чтобы на самом деле турист здесь появился. Будет турист, ну просто, будет экономика, будут налоги, будет жизнь другая. Я помню, вот такая, вот такая я здесь была. Свистульки, вот эти акации, заросли, грязь. Кто здесь местный? Ну что, не так, что ли? А сейчас, вы посмотрите, самим приятно выйти, самим приятно, хорошо. Действительно, что, да, вот там дальше камни на берегу. Вот это вот удручает отдыхающих. И все в основном едут на пляж, хотят на песочек. А там вот камень, и нам самим неудобно на камнях. В условиях рынка привлекать отдыхающих нужно нестандартными предложениями, которые как раз в Ейском районе есть. Например, грязелечение и винный туризм. Сегодня есть наши производители, вы тоже наши производители. Конечно, чтобы была экономика, в том числе на курорте. Не важно, на Азовском в целом, или на Черноморском даже, или в Ейске. Это запутая цепь. То есть, чтобы покупалось вино, а для меня важно сегодня развить курорт. По названию Азовского берега, нужен турист, нужен отдыхающий. Чтобы нужно отдыхающего, нужно сюда привезти, чтобы надо завлечь. И чтобы его завлечь, значит, нужно создать условия для того, что он приехал. И все вместе это даст вот этот эффект абсолютно верно. Азовское побережье сейчас место бюджетного отдыха. О нем знают, но такого пиара, как у Черного моря, нет. Ситуацию надо менять, говорит губернатор на совещании по развитию туристической отрасли. Упор необходимо делать на местный колорит, за которым едут курортники. И фишкой тут могут стать кубанские продукты. Винни Минкандратьев уже не раз говорил о создании единого оператора, который бы снабжал здравницы, выращенной в регионе продукции. Что мы сделали для того, чтобы в санаториях, на территории Крыштовского края, появился наш региональный продукт питания. Все, что можно, какую нашу местную продукцию, санаторий уже использует. По некоторым видам продуктов до 100% доходит. Это молоко, хлебная продукция. Наиболее тяжелая ситуация у нас с обеспечением рыбой и овощами. Потому что не могут пока наши производители обеспечить круглогодичный, равномерный процесс. У вас был год, и ничего не поменялось. Что сегодня говорит директор санатория? Он говорит, коллеги, при всем уважении, я готов брать кубанскую продукцию, которая произведена в Крыштовском крае. Только поймите, что мне нужна продуктовая корзина. Ему нужен оператор с нашей кубанской корзиной. То есть, неважно, он не будет покупать отдельно мясо, молоко, колбасу. Ему нужен тот, кто привезет корзину, в которой все это лежит. Но сегодня выиграет тот оператор, который пошустрее. И он предлагает директору санатория корзину из импортных овощей, фруктов, мяса, и в том числе и непонятно откуда молоко или молочные продукты. А где наш оператор? Почему мы его создать не можем? Еще один шаг в развитии курортной отрасли всего региона – выведение из тени мини-гостиниц, которые прикидываются частными домами. Они нигде не стоят на учете, и проконтролировать качество услуг там практически невозможно. Губернатор предлагает усовершенствовать систему патентов для таких предпринимателей. Это позволит пополнить местные бюджеты и улучшить сервис. Не проще ли здесь ввести патенты, попытаться продавить патенты на фермерном уровне, заплатил и живи спокойно весь сезон, по большому счету. Но вопрос только в том, чтобы муниципалеты задвигались, нужно, чтобы как минимум половина, а может больше этого патента стоимости уходила в муниципальные бюджеты. Патент может быть недорогим относительно. А если каждая мини-гостиница купит недорогой патент, то для муниципального бюджета, вы видите, это будут большие деньги. Коллеги, вот в зале есть предложение? Реально. Очень дельное предложение. Патент 25-35 тысяч. Вот с гостиницы, где, допустим, 70-100 мест. Вот, в принципе, этого бы вполне хватило. И опыт показывает, что они охотно это выплатят. Они их заплатят. Потому что лишь бы вы им обеспечили спокойную жизнь. На примере города, когда мы начали этим заниматься, мини-гостиницы, 4 года назад заплатили нам 30 миллионов. В прошлом уже больше 120 миллионов. Это те, которые принимают отдыхающих. Вопрос, который тоже влияет на комфортный отдых, застройка в пределах береговой линии. Нередко уже в 100 метрах от моря можно увидеть небоскребы и стекла и бетона. Полет фантазии застройщиков нужно приземлять, говорит Кондратьев. Высотность зданий должна уменьшаться к морю. Регион обязан иметь единый курортный облик. Мне сегодня важно, чтобы архитектурный облик курортных городов тоже был приведен к какому-то одному знаменателю. Это не значит, что сегодня все набережные и все курортные города должны выглядеть одинаково. Но у каждого курортного города должно быть свое лицо. Если мы не можем создать, давайте хотя бы не напортим. Давайте хотя бы оставим побережье нашим потомкам. Уже завершены внесения изменений в правила землепользования и застройки в части этажности. Киринжик, Сочи, Ейск, Темрюк. На стадии завершения находится Марсик, Стопс и Анапа. Это нам осталось завершить, и эта работа ведется. Для того, чтобы уменьшить этажность в сторону моря. Озвученные предложения должны сделать курортную инфраструктуру региона комфортной для отдыха в любой ценовой категории. Чтобы туристы в следующий сезон остались на отечественных пляжах, а не вернулись на открытые турецкие берега. Александр Иванченко, Ирина Касабова, Денис Перец, Денис Москаленко, Игорь Хашобин, Кубань-24, Ейский район. По данным МЧС России, по Краснодарскому краю 1-2 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозой. Администрация Сочи просит жителей и гостей города проявить бдительность при интенсивных дождевых осадках не пользоваться личным автотранспортом и по возможности отказаться от отдыха вблизи водоемов. И при необходимости звонить с мобильного по номеру 010 или городскому оперативному дежурному по телефону 262-22-98 и 262-22-82. К другим новостям. Газоснабжение в Лазаревском районе Сочи восстановлено. Подача голубого топлива здесь была прервана в связи с повреждением газопровода во время обрушения технологического моста через реку Псизуапсе. В результате в зону отключения попали около 300 частных домов. Восстановительные работы здесь шли под контролем первого заместителя главы Сочи Мугдина Чермита, а сейчас газопровод восстановлен. Завершается плановая подача газа населению. Как сообщалось ранее, одна из опор моста была подмыта и рухнула накануне около 5.30 утра в результате ливневых дождей. Всего на месте аварии работало 30 человек и 6 единиц тяжелой техники. Полностью восстановить пролет планируется к 4 июля. Ежедневно Сочинская межведомственная комиссия выходит в рейд по контролю за выполнением природоохранного законодательства. На сегодняшний день к централизованной системе водоотведения подключены далеко не все домовладения курорта. И сбросы стоков на рельеф есть. Как и прежде, в числе наиболее неблагополучных микрорайонов и села Адлерского района. В рейд вместе со специалистами отправилась и Инга Габешия. Хозяин? Хозяина дома не оказалось. В принципе, как и в десятках других по улице Черновицкая, ворота которых стучали члены межведомственной комиссии. А если и выходили, то общаться и объясняться просто отказывались. Не снимай. Специалистов Роспотребнадзора, надзорных природоохранных органов, водоканала и районной администрации встречали другие, более разговорчивые хозяева – четвероногие барбосы. Несмотря на то, что специалистам не удалось зайти во дворы и пообщаться с домовладельцами по улице Черновицкая, что в Нижнешиловском сельском округе, нарушения каждого властям хорошо известны. Все из них получали предписания с предупреждениями об отключении водоснабжения. Сегодняшний повторный мониторинг показывает – соблюдать природоохранное законодательство и подключаться к канализационным коллекторам или приобретать локальные очистные сооружения здесь никто не собирается. Хозяйственно-бытовые и фекальные воды текут в каждой местной канаве. В данной ситуации мы видим выгребную яму. То есть она герметичная. Ну, обнаружили перелив. Ранее по данному адресу комиссия осуществляла свой контроль. Договор на вывоз ЖБО у домовладельца есть. Договор есть, но вот о вывозе жидких отходов хозяева не заботятся. Меры к жителям, живущим вне закона, принимаются незамедлительно. Дома по предписанию суда отключают от водоснабжения. Если ряд граждан думает, что в разгар курортного сезона мы перестанем работать, они глубоко ошибаются. Наоборот, в разгар сезона это проблема еще более актуальна, чтобы наши гости курорта купались в Чистоморе. Данной проблеме особое внимание уделяет глава города Сочи Анатолий Николаевич Пахомов. На всех совещаниях схода граждан он постоянно напоминает жителям, что от этой проблемы необходимо избавляться совместными силами. И, исходя из этого, мы проводим мониторинг ежедневно. Рейды в рамках 318-го постановления главы Сочи о мониторинге негативного воздействия сточных вод на курорте проводятся с начала 2015 года. Тогда неподключенных к централизованной системе водоотведения домовладений только в Адлерском районе насчитывалось 3699. Сейчас нарушителей порядка 300, которых в случае неустранения нарушения также ждет отключение воды. Ну а чтобы не попадать в список нарушителей и загрязнителей окружающей среды, необходимо обратиться в водоканал с запросом на предоставление техусловий на подключение к централизованной системе водоотведения города Сочи либо поставить лосы. Инга Кобешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. С 1 июля изменились правила продажи алкогольной продукции. Теперь каждый магазин, торгующий спиртным, должен быть оборудован ЕГАИС. В этой системе надо регистрировать каждую проданную бутылку спиртного. Ужесточение правил оборота алкоголя позволит обезопасить потребителей от контрафакта. Впрочем, как показал прошедший накануне рейд, в Сочи в небольших торговых точках могут отсутствовать даже лицензии на продажу спиртного. И в результате покупатель может приобрести некачественный товар и подвергать свое здоровье серьезному риску. Рейдовые мероприятия по выявлению точек продажи алкогольной продукции проводятся во всех районах курорта. В составе мобильных групп сотрудники правоохранительных органов и представители администрации. Так, в магазине одной из новостроек на Полтавской проверяющие обнаружили десятки бутылок алкогольной продукции. Водка, коньяк, шампанское – все без ценников и документов. В такой же ассортимент и в холодильнике. Документов на торговлю в момент проверки в магазине не оказалось. Хозяину не дозвонились, у продавца только загранпаспорт. Проверяющие составили протокол изъятия продукции спиртного. Здесь было обнаружено 58 литров. Всего же с начала операции «Курорт» составлено 94 административных протокола за реализацию без лицензии, нарушение правил розничной продажи и реализацию товара, ограниченного в обороте. Изъято 2340 литров алкоголя, 730 конфисковано по решению суда. Подвели шорты. В Сочи раскрыта серия краж из домовладения. В отдел полиции Хостинского района поступило сообщение от владельца частного дома о краже пляжных шорт. Ущерб незначительный, но сам момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, которыми был оборудован двор. Просмотрев запись, оказавшуюся весьма хорошего качества, полицейские составили описание внешности предполагаемых преступников. Кроме того, при опросе жителей микрорайона, горожане опознали в них двух рабочих строителей, которые трудились по найму у разных хозяев. По горячим следам, 39-летний и 33-летний мужчины были задержаны. Украденные шорты были надеты на одном из друзей. В дежурной части рабочие во всем признались и рассказали, что уже неоднократно вместе крали то строительные инструменты, то бытовые предметы в соседних домах. Подельники вели бродячий образ жизни и выпивали. В тот день они направлялись за спиртным и заметили шорты на бельевой веревке. Приглянувшаяся одежда в итоге и подвела друзей. Оба подозреваемых помещены в изолятор. Возбуждено уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Сочинские полицейские поздравили ветеранов госавтоинспекции с профессиональным праздником – 80-летним образованием подразделений ГИБДД ГАИ. Начальник УВД по городу Сочи Василий Умнов и члены общественного совета при УВД посетили на дому подполковника милиции в отставке, ныне заместителя председателя Совета ветеранов ГИБДД Николая Романова. Более четверти века Николай Федорович отдал службе в сочинской милиции. Участвовал в раскрытии множества уголовных дел. Окончил службу в должности заместителя командира спецбатальона ДПС Сочи. Заслуги Романова неоднократно были отмечены наградами и благодарностями по линии МВД. Полицейские поздравили ветерана с профессиональным праздником и вручили памятные подарки. В свою очередь ветеран поделился с гостями воспоминаниями о службе. Больницы края пополнятся молодыми специалистами. Сегодня Кубанский государственный медуниверситет выпустил в свет 700 врачей и провизоров. 86 из них поедут работать в районные и сельские больницы. Все они обучались по программе «Врачебные кадры для сельского здравоохранения». Поздравить молодых специалистов пришли глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Владимир Бикетов. Они вручили выпускникам дипломы. Как отметил губернатор, сегодня нехватка кадров в здравоохранении края, тем более в сельской местности. Это одна из острых проблем. И именно эти выпускники пополнят ряды молодых врачей на селе. Вы выбрали для себя профессию, с одной стороны, очень почетную, но с другой стороны, груз ответственности у вас будет очень велик. Боль пациента, боль человека, она будет отчасти для тех, кто на самом деле пришел в эту специальность по зову сердца. Это будет вашей болью. Здесь надо понимать, что ваш профессионализм, ваш опыт, который вы будете с годами набираться, безусловно, будет рубцами отражаться на вашем сердце. Вы будете здесь, на нашей земле, делать добрые дела, лечить людей. И просто поверьте, что вы нужны. Нужны Краснодарскому краю, нужны Кубане, нужны своей малой родине. Вы нужны своей земле. Программа «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» финансируется за счет средств краевого бюджета. По целевому направлению обучение уже прошли 500 человек. И сегодня же в Сочи были вручены дипломы государственного образца выпускникам Академического колледжа, учредителем которого является Международный инновационный университет. Волнительно и ответственно ребята получают дипломы государственного образца. Теперь они дипломированные специалисты среднего звена. Конечно, это праздничный день. И с одной стороны торжественный, с другой стороны грустный, потому что вы расстаетесь со своими друзьями на какое-то время, расстаетесь с преподавателями. Что хотелось бы сказать в этот день? Конечно, вы закончили лучший колледж. Я не буду говорить где, но я думаю, может быть, даже в нашей стране. Потому что по всем рейтингам, российским, научным, колледж занимает высочайшие позиции. Этот год для нас был юбилейный. 15 лет колледжу. Более трех тысяч выпускников колледж выпустил. И сегодня вы вливаетесь в ряды выпускников колледжа с высококвалифицированными знаниями, с высокоинтеллектуальным потенциалом. И мы надеемся, что вы достойно пополните ряды нашего университета. Многие студенты после окончания колледжа планируют отслужить в армии, а девушки сразу собираются продолжить обучение в высшей школе. В выпускнике Академического колледжа становятся, как правило, лучшими студентами Международного инновационного университета. Мы благодарим наших педагогов за знания, за опыт, за их терпение. В скором времени я и мои однокурсники будем учиться в Международном инновационном университете. На торжественное мероприятие выпускники пришли вместе со своими родителями. Сегодня и они оказались на сцене. Им были вручены благодарственные письма за прекрасное воспитание детей и за активное участие в жизни Академического колледжа. В свою очередь от имени родителей Владислав Понощенко поблагодарил весь профессорско-преподавательский состав. А студенты подготовили праздничные концертные выступления. За годы обучения Академический колледж стал им вторым домом, с которым так трогательно и грустно расставаться. И запомните наверх наши лица, в нас частица ваша есть, ваши знания и честь. Мы на сцене, мы здесь. Гелина Австецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Фиеста снова в Сочи. Отель «Весна» принимает международный фитнес-фестиваль. Новинки фитнес-индустрии, мастер-классы и семинары проводят ведущие инструкторы фитнес-клубов из России и зарубежья. Расскажет Татьяна Говоркова. Уже четвертый год подряд «Фиеста» накрывает весну. Громкая ритмичная музыка нарушает привычную тишину спорткомплекса Александра Карелина, который традиционно предоставляет семь современных спортивных площадок для проведения семинаров, преконвенций, мастер-классов и бизнес-тренингов. Участие в интересной и полезной для здоровья трехдневной программе принимает свыше 150 инструкторов-профессионалов из разных городов России и зарубежья. Мы постарались представить все направления – степ, танцевальные направления, зуба, пилатес, функциональный тренинг. То есть постарались охватить вообще все наиболее востребованные, наиболее модные направления в ритнесе. Программа с использованием специально скользящих подушечек, лидинги называются. С помощью их люди могут тренировать все мышцы тела в комплексе. Она очень простая и очень гибкийная. Фитнес-конвенция – значимое мероприятие для всех, кто ведет активный образ жизни, хочет завязать полезные контакты и заявить о себе, обновить свои знания, умения, увидеть новинки, использовать их на своих тренировках, решила и Анастасия Политаева. Инструктор из Москвы в сфере фитнеса уже 9 лет, но на такой фестиваль приехала впервые. Безумно довольна организацией, очень классно, безумно довольна подобранным составом именно презентеров. Супер. Отель очень хороший, хороший сервис, чисто. Тут же можно перекусить на первом этаже лифты, тут же бесплатный пляж. Тут же выходишь только из отеля и сразу же конвенция. То есть максимально организаторы создали комфортные условия. Сегодня участники фестиваля узнали о функциональной тренировке в групповом формате, изучили движение среднего и продвинутого уровня пилаты с Мэттворк. 1 и 2 июля пройдет фитнес-конвенция по самым модным направлениям этого года, хедлайнерами которой выступят мировые и российские звезды фитнеса. А также пройдет бизнес-конференция, где участники фиесты обсудят способы грамотного управления клубом в условиях экономической нестабильности и получат лучшие практические советы от топовых спикеров, фитнес-директоров ведущих фитнес-клубов. По завершению фестиваля все инструкторы получат сертификаты об участии в конвенции. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти Рум Далс» – студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Город. Каждый день пробки, суета, встречи, дела. Все устало. Мой дом. Каким будет ваш дом, решать вам. Тач. С любовью для вас. 2 июля в Сочи переменная облачность, местами дождь. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22, днем 27-29 градусов выше нуля. Продолжается долгожданный сезон скидок на весенне-летнюю коллекцию в торговом центре Мюнхен. 20, 30 и даже 50% на европейскую одежду и обувь, плюс рекомендации по стилю. В торговом центре Мюнхен время выгодных покупок. Летние скидки на коллекцию брендовой одежды и обуви от 20 до 50%. Мюнхен. Кооперативная 8, переулок Шкиперский 2. Этим летом позволь себе больше стиля.